Уровень белой в Уфе упал ниже 3 метров. За последние сутки она снизилась еще на 32 сантиметра. Снижается уровень реки Уфали. Ждем, а у деревни Бочкарева еще держится на отметке в 4 метра. Все, кто пострадал от паводка, могут получить помощь в Красном Кресте. За продуктами одежды благотворительной организацией ежедневно обращаются множество людей. Семь человек. Семь наборов. Вам повезло. Семь. Со мной восемь. В семье Венеры Ахметовой восемь человек. Трое из них дети. Живут они на улице Воронежская в Нижегородке. Их дом затапливает каждый год с завидной стабильностью. Я прям очень довольна, конечно. Я не ожидала, что такую помощь нам окажут. И столько всего. Вообще не ожидали. Сегодня, когда мы нам сказали, мы, конечно, опишели, обрадовались. И с мужем скорее побежали. Сгущенка, подсолнечное масло, огромный пакет с чаем, манная крупа. Вот такой достаточно объемный пакет с продуктами могут получить все пострадавшие от паводка в нашем городе. И таких пакетов в Уфимском Красном Кресте около тысячи. Сто семьдесят чем-то мы уже раздали. И с растающим итогом, я думаю, в течение недели, максимум двух, мы все раздадим. Потому что, несмотря на то, что волна паводка прошла, там, где прошел паводок, до сих пор в подвалах вода, до сих пор сыр холодный. У людей, у многих нет денег не то что на восстановление, просто на продукты питания. Ежедневно за поддержкой вещами и продуктами в Красный Крест приходит около полусотни человек. И это при том, что многие просто не знают, куда обратиться за помощью. Не привыкли надеяться на бесплатную поддержку. Это стало, кстати, возможным благодаря прессе и благодаря телевидению. Мы никак не могли пробить административный ресурс, что ли. Некоторые главы администрации упорно заявляли, ну и что паводок, ну и что люди сидят в воде, они уже привыкли. История Красного Креста – это история милосердия. Организация была создана полтора века назад, 15 мая 1867 года. С тех пор ее сотрудники всегда там, где нужна помощь. Во время блокады Ленинграда 3000 медсестер Красного Креста ежедневно спасали жизни. Сейчас большое количество добровольцев находится в горячих точках. На Ближнем Востоке, Украине, в Афганистане и Сирии. Председатель Башкирского отделения Красного Креста до сих пор с содроганием вспоминает трагедию, которая произошла под Уфой. В 89-м году около станции Улу-Теляк взорвались два поезда. Это было страшно. В газовом облаке сгорело несколько сот человек, оставшиеся со страшными шрамами. До сих пор иногда они к нам обращаются, сразу даже узнаю этих категорий. А в 95-м в Нефтегорск, где землетрясение унесло жизни 2000 человек и почти полностью стерло поселок с лица земли, первым прилетел вертолет Красного Креста именно из нашей республики. Город лежит в развалинах, а помощь там нужна. Мы тогда смогли собрать целый самолет, медицинских препаратов, перевязочного материала. И самолетом авиакомпании «Бал» прямо отправили туда. Мы были одни из первых, кто помог тогда этому городу, этим пострадавшим. Красный Крест не финансируется государством на постоянной основе. Зачастую большую часть помощи оказывают частные компании, церковь или просто добровольцы. Но, по словам председателя, неравнодушных с каждым днем все больше. А это дороже любых денег.